Посевная еще не стартовала, а первые проблемы уже всплыли. В режиме всеобщей самоизоляции не работали предприятия, торгующие техникой, запчастями и минеральными удобрениями. Аграрии не могли получить даже уже купленную технику. Это вело к срыву посевной. Но новое постановление правительства дало добро на работу таких организаций. Но остается вопрос, как аграрии будут выживать при дефиците импортной техники, ведь границы закрыты. Например, комбайны Джон Дир, сейлки Джон Дир, они производятся на территории России. И, соответственно, запасные части имеются здесь в наличии. Многие запасные части. Соответственно, бывают такие вещи, когда надо заказывать с Европы или с Англики или со Швеции запасную часть. Но это очень крайне редко. Пока все нормально. Пока работа на предприятии Александра Траутвейна идет в штатном режиме. Соблюдается все эпидтребования. В поля сотрудники выйдут через 2-3 недели. Готовы к посевной в Каменском районе. Техника исправна. Горючее закуплено заранее. Правда, немного поменялась политика. Пояснил директор предприятия «Алтайский хлеб» Алексей Найдин. И изменил ее не коронавирус, а курс доллара. Химия все-таки у нас за доллары. Поэтому поменяли. Выбрали такие культуры, которые меньше обрабатывать придется химии использовать. То есть перешли на лен, перешли на гречиху, когда мы их вообще практически никогда не сеяли. Вот так пробовали, чтобы мы не занимались. То есть у нас основная культура – это пшеница и семечка. Без сюрпризов подготовка к посевной идет и в Залесовском районе. Семена для посева зерновых закуплены, а ремонт сельхозтехники завершается. Помимо этого продолжается кредитование. Так, одно из хозяйств уже получило 8 миллионов под низкий процент. В целом же, как пояснил председатель комитета КЗС по аграрной политике Сергей Серов, подготовка к посевной во всем регионе идет по плану. Край полностью обеспечен семенами, горючим на 80%, а готовность техники оценивается больше, чем на 90%. Валентина Аскерова, день с толком из дома.